Всем привет, друзья! Это Радиус. Мы продолжаем наше прохождение игры X3 Рассвет Альбиона. Стартуем с Аргонской торговой станции в секторе пояса Гилляр. Что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Итак, включаем нашу панель управления. Так, наши корабли заняты. Наш Сомик закупает лазерные башни, летит на Аргонскую торговую станцию. Нам нужно оборудовать корабли нашим оборудованием, которого нам жизненно не хватает. Во-первых, нам нужно на Кентабр поставить транспортер, чтобы иметь возможность передавать товары с него. И на него. Он у нас находится в полночной звезде, а мы его отправим... Транспортер у нас в Альбионе Гамма, по-моему, на торговой станции Джанферка. Есть. Тут достаточно долго лететь от врат. Блин, меня смущает боевая музыка. Опять сплиты, наверняка, но на всякий случай проверим. Да, конечно, сплиты. Вообще, надо свалить. Мы прямо у дока станции. А то сплит опять шарахнет нас из своей турели. Так, либо мы Кентабр отправим... В немеркнущий свет, но там еще дольше лететь до торговой станции. Там тоже есть транспортер. Больше поближе транспортера у нас, по-моему, нет. В пустошах разве что нет. Хорошо, в Альбионе Гамма отправляем. Стыковаться с Альбионе Гамма. Торговая станция Джанферка. Сомик наш неспешно, неспешно ползет, ползет. Так, это Кентавр. Стоп. Так он уже на торговой станции Сомик. И закупил, наверное, да, лазерную башню? Да, закупил. На Сомик нам тоже нужно поставить. Нет, транспортер есть на Сомике. Сомик у нас полностью упакован. Всеми необходимыми модулями. Отлично. Тогда летим за следующей лазерной башней. Дистанционная лучшая покупка. Выбираем аргонскую торговую станцию. И указываем лазерная башня. Покупать количество прыжков. Где искать лазерные башни? Не в пределах 10 секторов. У него батареи остались? Батареи у него достаточно. Лазерная башня сколько занимает? 100 единиц трюма, да? Нужно следить за трюмом. Так. Полетел на защитный аванпост Джанферка. В сектор Альбион Гамма. Хорошо, что он полетел в Гамму. Туда же, куда летит наш Кентавр. Кстати, может быть по дороге Кентавр просто зайдет на защитный аванпост Джанферка. Сколько там лазерных башен? Тоже одна. У меня такая идея. Мы все сгрузим на Кентавр. Точно. У нас Кентавр сейчас заберет лазерную башню. Сначала на защитный аванпост Джанферка. Очень по дороге. Сомик мы останавливаем. Навигация оставаться на месте. И отдадим ему команду. Сомик у нас в полночной звезде. Отправим его сейчас в какой-нибудь отдаленный сектор. Допустим, в возмездие королевы. Батареи хватит прыгнуть в сектор. Сейчас я скажу, зачем я это делаю. Отправляем его в возмездие королевы. Нам какое-то сообщение. Десантник закончил. У нас все три десантника закончили курсы подготовки. И новый курс мы запустить не можем. Почему? Потому что у нас там нет никакого корабля. У меня пришла идея. Если нам в аргонском секторе М-148 купить на верфи какой-то самый дешевый истребитель и отправить его на аванпост, чтобы иметь возможность запускать десантников. запускать, ну, в смысле, на курсы отправлять десантников. Потому что если нашей собственности нет в секторе, мы не можем торговать с аванпостом, а значит, не можем отправлять десантников на курсы. Но, к сожалению, мы и не можем купить корабль, раз нет у нас спутника или нашего какого-то корабля в этом секторе, то мы торговать с верфью тоже не можем в аргонском секторе М-148. Опять боевая музыка как надоело. Так, все разгребли Сомик Возмездий Королевы. Зачем я его отправил так далеко? Сейчас расскажу. Сейчас мы сможем отдать команду искать лазерные башни в пределах стольки прыжков, что сектор Альбион Гамма у нас не будет входить в радиус поиска. Таким образом, там же у нас лежит лазерная башня, так уже не лежит. Наш кентавр уже прибыл и сейчас мы лазерную башню сгрузим. И здесь больше не будет лазерных башен, таким образом зря я отправлял Сомик. Мы ему отдаем команду торговая, дистанционная, лучшая покупка. Так, выберем станцию и товар в Альбион Гамма. Торговая станция, лазерная башня. И в каком радиусе искать максимально. 10 прыжков. Пусть ищет. Команда принято. Так, отлично. В приюте торговца на военном аванпосту наш Сомик нашел еще лазерную башню. По-моему, это последняя. А Кентавр отправляем за транспортером. Так, все распорядились. Он наш усовершенственный следователь. Так, он уже на рудной шахте. И вот этого парня надо вернуть на рудную шахту. И для усовершенствования следователя нам нужно поставить щиты. Щиты, ребят, нам надо поставить на него. Комбинат легкого вооружения. Щиты у нас для него есть на Кентавре. А сколько там щитов? 1 мегаджоул и щит 1. А на исследователь нам надо 4 щита. Поставим 3 тогда на исследователь. И 4 импульсных пушки еще. Так, на Кентавр тогда сейчас он долго будет лететь. Да, он долго будет лететь. Как бы нам все это быстрее сделать? Хорошо, сейчас передаем исследовательский программный модуль на исследователь. Поищем, где найти щиты. на доке оборудования есть маленькие щиты? Нет. Нету, может быть, может быть, может быть, где-то есть щиты. Здесь нет. Заводов легких щитов нет. В пустой бесконечности у нас полностью сельскохозяйственная колония. Так, у Тилади где щиты есть. Вот легких щитов. Но спутника нет, поэтому мы не знаем, есть ли на этом заводе щиты или нет. Но, по крайней мере, время есть. А, да, еще исследователь, я, по-моему, забыл прокачать по скорости. Нет, я полностью его прокачал, это хорошо. Тогда пусть исследователь стыкуется в Тилади. Пусть своим ходом прется, хотя у него есть прыжковый двигатель, еще и батареями надо заправить желательно под завязку. Что мы это и сделаем, скорее всего, до солнечной электростанции он быстрее долетит, а потом на прыжковом двигателе мы его уже отправим за щитами. Вот так вот мы распоряжаемся, отдаем команды своим кораблям, оптимизируем их деятельность, чтобы они быстрее все делали. Раздаем команды, а тем временем надо бы нам заняться насущными проблемами добывания денег. Кстати, у нас что там с сюжеткой? А, да, ну да, лазерные башни мы для сюжета собираем. Пустельга на верфи Тиладе. Зачем я его на верфи Тиладе отправлял? А, да, мы отдавали, забирали прыжковый двигатель с сокола. Пустельгу надо на Сомик посадить. Для нее ничего не надо, нет? Для нее нам ничего не надо. В приюте торговца. Так, все, Сомик в приюте торговца и он закупил лазерную башню. Отлично. отправляем Сомик стыковаться с на защитный аванпост. Джанферка пусть летит и наш Кентавр пусть туда тоже летит. Кентавр-то собственно надо сначала транспортер на него установить. Грузовую отсеку расширить. 200 тысяч для Кентавра. Блин, ну это кап-вложение, блин. Мне кажется стоит потратиться. Это кап-вложение. Рано или поздно нам все равно придется на Кентавр апгрейдить его грузовой отсек. Хотя я его продал. В принципе такой посредственный Корвет-то. но пока рано об этом думать. Ладно не будем жалеть денег на такие вещи как апгрейды кораблей. Сколько у него сейчас трюм? 1250 а было 700. Зато у него сейчас влезет много батарей и он может дальше прыгать. И он вообще может нас заправлять батарейками. Сомик бы еще прокачать по трюму. еще 650 единиц но там какая-то жуткая цифра. 700 тысяч или даже миллион. Так здесь в поясе Агилляра у нас нет никаких заданий. Летает астронавт. Чего-то там летает. Так так что у нас отлично исследователь на солнечной электростанции надо ему автозаправку поставить и автопрыжок. Сколько в него батареи влезет? 50 батареи в него влезет. А 55 влезет? 55 должно влезти потому что у него трюм 67 единиц. Дозаправку значит 65 батарей 55 Собственно столько и загрузим батарей 55 батарей навигация стыковаться с производственный комплекс легких щитов все он сейчас туда прыгнет действие прыжок отлично Сомик летит на защитный аванпост он уже там в принципе Сомик у нас ничего шустренький парень на аванпосту есть батареи я надеюсь а вот нету хрена там ну ладно не страшно это не страшно так исследователь подлетает кентавр подлетает на место назначения торговец наш обучается нет он не обучается мы же его сняли с рейса чтобы снять исследовательский программный модуль о это уже курьер ребят это уже курьер торговец у нас прокачался немножко я пилот вашего корабля ваш луни рейдер и сейчас нахожусь в секторе светилища коррупции рапортуя со станции солнечная электростанция эльвальфа я с успехом прошел очередной курс обучения интересно курьер он может уже продавать так ребят давайте попробуем нам нужно на самом деле посмотреть справочник справочник по официальным бонус паку при каком звании торговца он начинает уже не только закупать ресурсы но и продавать готовую продукцию но мы это сейчас попробуем выяснить методом проб и ошибок так наш торговец находится на рудной шахте меркурий супертяжеловоз нам нужно его переименовать меркурий супертяжеловоз уберем вижу понятно что это супертяжеловоз и пометим оша меркурий шахта шахта так меркурий шахта он у нас торговец торгует рудой поддерживает жизнедеятельность шахты так исследователь на комплексе щитов отлично щиты есть 4 по моему да да 4 щита он поддерживает отлично теперь мы куда исследователь отправляем сколько у него батарей 47 навигация сможет он допрыгнуть до нашего сомика в альбионе гамма сможет отправляем туда его но прежде с кентавр на кентавр забираем лазерные башни обмен грузами с с сомиком лазерные башни так на кентавре 3 лазерных башни а это ракета бэнши господи лазерные башни у нас на кентавре 1 и на сомике 2 на кентавр разгружаем и кентавр отправляем в сектор где мы эти лазерные башни собственно и должны установить лететь в сектор в альбион альфа пусть туда летит у нас в альбионе альфа по-моему вот эта исследовательская станция не изучена да у нас ничего не изучено надо было когда мы вытаскивали отсюда брошенный корабль надо было долететь и открыть эту станцию исследовательскую но сейчас ничего страшного кентавр пошлем в ту точку можно его сразу послать навигация лететь в точку выберем сектор альбион альфа она где-то вот здесь в глубине сектора отправляем сразу туда кентавр сомик ожидать чтобы он стартовал со станции и оставаться на месте чтобы он не летал не дрейфовал по сектору и усовершенствованный следователь стоп-стоп-стоп надо кентавр вернуть навигация следовать за сомик пока он далеко не улетел с кентавра нужно забрать импульсные пушки для нашего усовершенствованного следователя а исследователя отправляем стыковаться с сомиком с нашей базы ой что бы мы делали без этого военного транспорта без незаменимого помощника нашего маленького сомика пустельгу еще надо забрать на сомик и все и у нас миссия значит наших легких кораблей легких разведчиков будет закончена и мы запускаем новую миссию для исследователя собственно исследователь у нас будет исследовать выполнять работу для которой он и предназначен так ну что там кентавр у нас прибыл навигация дополнительно обмен грузами с сомиком передадим импульсные пушки импульсная пушка снята так я 1 мегаджолевый щит лишний получается на кентавре надо было 3 щита нам но совершенственный исследователь купить но я что-то забыл ладно это ерунда и дешевка щит так лететь в точку снова отдаем команду лететь в альбион альфа куда-то в эту область команда принято кентавру исследователи уже на сомике шустро дополнительно обмен грузами с исследователем передаем импульсные пушки на исследователь не влазит что ли импульсные пушки не понял почему не можем передать потому что трюм полностью забит батареи он зачем он сомика загрузил батареи 63 почему-то почему 63 автозагрузка дозаправка топлива автозагрузка батарей на 15 прыжков 5 прыжков 5 батарей на прыжок умножить на 15 что-то я перебрал с количеством это получается 75 а не 55 как я там подсчитал поэтому дозаправка топлива все-таки на 10 прыжков у исследователя будет и пристыкованные с исследователем батареи это выгрузим на сомик обратно оставим только 50 пушки выгрузим я вот что подумал раз у нас это будет разведчик нехило было бы на него передать навигационные спутники еще сколько их там войдет ну уж точки 3 может быть я надеюсь войдет навигационных спутников поэтому сомику отдаем команду искать навигационные спутники хотя нет сначала посадим пустильгу на сомик и вообще дозаправим сомик отправляем на заправку стыковаться с в большой бирже на солнечную электростанцию пусть идет пустильгу сейчас посадим на сомик при создании пустильги у нее все в порядке так охотник долетел до верфи теладик который мы захватили сейчас его тоже продаем ну 185 тысяч конечно это не миллион как за сокол но все равно на халяву захваченный охотник не грех продать за 185 тысяч так ждем когда наш сомик сомик в большой бирже отлично тогда пусть сельгу садим на сомик сомик пристыкуется к электростанции пошлем его закупать навигационные спутники и все будет хорошо кентавр будет неспешно неспешно ползти и доставлять наши лазерные башни так что у нас с торговцами все на рудной шахте теперь передаем с луня рейдера торговая начать коммерческую деятельность настройки пилота перевести на другой корабль меркурий шахта отлично перевели что у нас на шахте вообще творится руда полный трюм полный трюм и батареи еще есть но шахта у нас встала все некуда же склад переполнен поэтому наш торговец если он готов уже достиг того уровня когда он сможет продавать готовую продукцию он должен сейчас именно взять руду и лететь продавать ее продавать он ее будет сейчас посмотрим настройки цен руда по средней цене 128 батареи закупают тоже относительно средней цены и в пределах одного прыжка будет торговать в пределах одного прыжка у нас в светилище коррупции нет да в светилище коррупции какой-то потребитель был рудой нет не было здесь потребителя в самом возмездии королевы руда требуется нет здесь не требуется а вот здесь требуется вот сюда наверное полетит на комбинат легкого вооружения сейчас проверим по крайней мере должен туда полететь наш торговец торговая начать коммерческую деятельность начать коммерческую деятельность вот теперь момент истины смотрим полетит он продавать готовую продукцию или нет наш курьер нет покупать товар батареи блин это жесть это жесть неужели карьер еще ладно пусть наша шахта пока стоит снова пересадим пилота на наш лун рейдер пусть он качается дальше а я потом после серии в справочках посмотрю какого ранга должен достичь наш пилот чтобы имение уже умело распродавать готовую продукцию не только закупать ресурсы так торговая начать коммерческую деятельность настройки пилота перевести пилота на другой корабль лун рейдер звание так хоть у него сохраняется торговая начать коммерческую деятельность курьер да звание сохраняется слава богу пусть дальше качается у нас еще меркурий супертяжеловоз неочиненный и вообще не собранный и на аргонской торговой станции торчит меркурий тяжеловоз но эти корабли мы оставим наверное пока они нам не понадобятся пусть они лежат это наше кап вложение поэтому ими мы пока заниматься не будем так этот все летит в большую биржу на солнечную электростанцию что с кентавром все еще в альбеоне гамма ладно срочных задач у нас не осталось теперь можно полетать и посмотреть какие-нибудь квесты на пшеничной ферме сейчас глянем подзаработаем немножко денег у нас опять осталось только 750 хотя больше миллиона было 750 тысяч осталось у аргона у нас уже очень высокая репутация героя федерации так у баронов тоже неплохая у сплитов да вот это наша беда и наша боль у сплитов мы враги серьезные враги у паронидов мы уже друзья у тела где у нас уже высокий ранг владелец компании у ганеров неважный ранг ну плевать на этих ганеров и у землян мы отступник то есть репутация неважная как говорится бывает и хуже выговорит вот что нам необходимо возможно выстал радиоактивные отходы нам нужен крупный корабль с трюмом класса эксель мы этого не сможем выполнить на кальмаре в большую биржу пойдемте тогда нет там летит наш торговец мне не хочется ему мешать в какую сторону нам пойти может нам действительно пойти в меж миров и изучать паронидов нет мы должны летать в секторах рас с которыми у нас репутация высокая чтобы нам дали давали задания денежные уже чем выше у нас репутация с расой тем больше нам платят за всякие задания в путешествие Натана давайте слетаем заряжен на 10% 20 вход в систему путешествие Натана опять меркурий тяжеловоз и опять дешевый ой да господи да что ж такое да нет хватит уже хватит я и так не знаю куда нам торговцев девать лишними точно не будет лишними точно не будет но был бы у нас там несколько миллионов вообще бы не вопрос а 758 тысяч сейчас 150 еще истратим и потом еще и потом еще его починить оборудовать эта музыка будет вечной хотя соблазн велик это дешево давайте для прикола посмотрим меркурий супертяжеловоз а где он может посмотреть здесь цены нам не покажет меркурий супертяжеловоз макс только здесь есть и больше у нас аргонской верфи нет нет только в аргонском секторе м148 где у нас тоже нет корабля и здесь меркурия тяжеловоза тоже нет может быть это вообще редкий какой-то корабль меркурий тяжеловоз уничтожить торговый конвой да что ж вы меня все заставляете кого-то уничтожать блин надо думать 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 блин хороший корабль хороший лишним не будет ребят давайте кап вложение кап вложение надо надо вкладываться в торговые корабли все таки у нас торговый старт давайте чтобы не откладывать в долгий ящик починим его сразу а то мы вот этот сразу не починили вот этот меркурий который у нас в черном солнце а мы его не починили потому что черное солнце было заполнено просто ксенонскими боевыми кораблями так сейчас подлетим как можно ближе чтоб в скафандре не летать особо так выбросим сингулярный уплотнитель времени подберем грузовой отсек сейчас содержит сингулярный уплотнитель времени тормозим тормози тормози цапу нажми цапу как в известном фильме так ну что ж чиним чинить конечно я буду на паузе такой огромный корабль энергия на исходе не переключайтесь скоро вернемся так последние проценты корпуса все корабль полностью починин мако рейдер так дальнейшие наши действия отправляем на торговую станцию прокачаем у него скорость и управляемость ну и сами тоже на торговую станцию за сингулярным уплотнителем времени где она аргонская торговая станция что-то здесь какие-то задания у нас появились а это торговый конвой и на торговой станции но она пока вне зоны действия связи так ребята я давно присматриваюсь уже вот к этим кораблям ганерский странник сам по себе красивый корабль но фишка этого корабля если это можно назвать фишкой он не может нести вооружение вообще то есть ганеры это мирные мирная такая секта пацифисты против войны и их корабли даже у них нет принципиальной возможности вообще нести какие-то лазеры но но зато корпус корабля 60000 то есть это как бы корабль по размеру как тяжелый истребитель но корпус у него как у огромного грузового корабля ну и щиты тоже 200 мега джоулевый щит он может нести неплохой трюм но конечно никакая скорость фишка этого корабля что он очень крепкий с большим корпусом и соответственно он очень дорогой если его захватить и продать он вылится нам где-то это афера в три миллиона мы можем заработать около двух трех миллионов и он является вообще легкой целью потому что лазеров у него нет скорость у него небольшая единственное что в принципе ганерские странники которых на них на них летают они с достаточно низкой моралью и в принципе сдаются они охотно но тут в чем фишка если мы будем пытаться захватить на легком корабле как у нас вот легком перехватчике м4 корабль то гораздо крепче нашего тот который мы пытаемся захватить поэтому вероятность захвата корабля сильно уменьшается и вот я подумываю захватить не захватить тут еще один подводный камень дело в том что ганеры это уважаемая как бы раса практически у всех рас кроме пиратов и если мы допустим в путешествие на тана в аргонском секторе начнем захватывать ганера начнем атакуем этот корабль то у нас во первых немножко упадет репутация у аргона во вторых аргонские войска начнут нас атаковать в этом секторе защищая ганера тут еще вот это нужно во внимание принимать но репутация у аргона у нас сейчас выше некуда герой федерации но есть куда выше но очень высокая поэтому несколькими процентами репутации можно пожертвовать а вот три миллиона для нас знаете друзья было бы так хорошим подспорьем единственное что здесь войска в этом секторе а у нас корабль идет в этом секторе на торговую станцию поэтому мы его отправляем так быстрее это все нужно делать и соображать мы его отправляем где он в путешествие Натана в соседний сектор на торговую станцию прокачивать пока он слишком далеко от врат не отлетел и гонимся за ганерским странником я не знаю хорошая это идея или плохая но господа три миллиона три гребаных миллиона это блин серьезная добыча не факт что он сдастся очень даже не факт вероятность я не знаю даже ну судя по опыту ну процентов двадцать наверное один из пяти сдается один из пяти можно его конечно подольше помучить сбить ему такие щиты мы его долго будем мучить но это оно того стоит ну не сдастся не сдастся мы его уничтожать просто не будем оставим его в живых автопилот отключен так автопилот выключим чуть поближе стоп 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 надо не врубиться у него ну что начнем с божьей помощью смотрите какой у него корпус мощный мы должны сбить его корпус максимально за за минуту а лазер это у нас давайте давайте ракеткой в него какой-нибудь не очень мощный так ракеткой в него ты бы сдался парень с с с с с намерение вы продолжаете стрелять в нас. У нас не остается выбора. Мы вызываем подкрепление. И смотря на наши мирные намерения, вы продолжаете стрелять в нас. У нас не остается выбора. Мы вызываем подкрепление. Мне кажется, его не удастся нам захватить. А репутацию мы подмочили, да? Аргон, Герой Федерации, 18%. Нет, еще не подмочили. У Ганера, скептик, 50%. Сбить ему корпус надо на минимум. Будем вот так вот подпиливать одним ускорителем. Так, у него уже очень маленькая скорость. Так, аргонские войска на нас не обиделись? Нет, пока нет. Да, я несу смерть. Блин, надо импульсную пушку, потому что все-таки ускорителем частиц тоже много сбивается. Что ж, за первую минуту мы, похоже, не успели с него. Ах, сув, сува-то еще нет. За первую минуту мы не успели его заставить сдаться. Поэтому нам сейчас придется подождать некоторое время. Будем постреливать, сбивать щиты. Мы пришли с миром, а ты несешь смерть. Сдавайся. Пожалуйста. Это в твоих же интересах. Что-то он развернулся зачем-то. Помучаем его немножко. Блин, ребята, ну это того стоит. Три миллиона. Один из немногих кораблей, который... Но вероятность того, что он сдастся, очень маленькая. Ну, в смысле, не очень, но маленькая, потому что наш корабль... Мы пришли с миром, а ты несешь смерть. Теоретически, в его глазах наш корабль слабее, чем его. Разумеется, слабее. У нас корпус шесть тысяч, а у него шестьдесят. В десять раз крепче. Да, ребят. Мне кажется, зря. Не удастся это. Ладно, мы его пока в покое оставим, потом подлетим мы. Опять. Давайте, коль уж на то пошло... Опс! Да, обиделся на нас. Вы говорите с автоматом? Мы не общая, понял? Ладно, мы пока можем, извиняемся. Герой Федерации 18%, Ганер скептик 50%. Репутация пока не изменилась. Собственно, нам надо на торговую станцию. В 40 километрах мы Ганеры не упустим. Но мне кажется, раз он сразу не сдался, он вряд ли сдастся. Его скорость сейчас 16 метров в секунду. Мне кажется, мы успеем слетать туда-обратно, до торговой станции. прежде чем он сможет уйти из сектора. Ага. Сува нет, поэтому летим вручную. Автопилот включен. Так, Кентавр в Альбионе. Вот она. Исследовательская станция Берил. Навигация. Прикажем стыковаться. Прикажем стыковаться. И потом мы попробуем удаленно выкинуть лазерные башни с Кентавра. Сомик на солнечной электростанции. его подзаправим еще с батареями основательно. Батареи. И прикупим 4 навигационных спутника. Так, у нас на Сомике все наши истребители, да? Совершенственный исследователь. На пустельке, по-моему, есть, да? Спутники же мы закупали куда-то? Или мы сгрузили их? Нет, мы их сгрузили на кальмар, а не у нас. один спутник остался. Или мне может быть улучшенный уже покупать? Я, наверное, улучшенный буду покупать. Потому что деньги пока есть. Торговая, дистанционная лучшая покупка. Так, где бы выбрать станцию, где эти спутники продаются? Ну, на той же торговой станции, наверное. Нет, у Телади нет. Может, у Аргонов есть. лазерная башня. Так, подождите, а где у нас улучшенные спутники-то? Ай-яй-яй-яй-яй, неправильно набрал. Торговые дистанционные лучшие покупка на торговой станции улучшенные спутники? Нет. А где у нас продаются улучшенные спутники? Фабрика дронов. В ДОКе оборудования, может быть? Так-так-так-так, боеприпасы нет Здесь только вооружение Комбинат фотонных пушек, оружейный Компьютерный завод Вот, с фабрика навигационных спутников Ладно, закупим обычные Нет, я хочу улучшенные А где эти улучшенные взять? Немеркнущий свет Военный аванпост Вот, улучшенный спутник Наконец-то мы этот товар нашли В 10 прыжках И куда наш Сомик летит? На фабрику улучшенных спутников В омикрон лиры стоять Сейчас еще в военный сектор ты не летел Придется его отправлять Стыковаться Блин, куда его отправлять-то, стыковаться? Наверное, возмездие королевы Блин Стыковка выполнена От лица президента, сенатора и аргонской федерации С подсчетом приветствуем вас на борту Так, сначала так посмотрим Где мы можем найти улучшенные спутники Компьютер нам нашел место Фабрику в омикроне лиры Куда, собственно Не стоит лететь Нашему Сомику без нашего сопровождения Ибо он там умрет 100% Легких щитов Тяжелых щитов Ракет Уи генераторов Военная Все На торговой станции Тилади Ничего нет Так Королевская фондовая биржа Док оборудования Тут, конечно же, никаких Улучшенных спутников Тут вооружение одно В Гаване Королевы Может быть, есть что-то Да, улучшенный спутник Пошлем его на штаб-квартиру Атреи Надеюсь, там улучшенные спутники есть Посмотрите, сколько нужно усилий приложить Чтобы просто запустить разведчик Но зато мы запустим разведчика Уже полностью экипированного И он нам без проблем будет все разведывать Так, мы там На торговой станции Нам СУФ надо купить И попробуем Все-таки выбить пилота Из Ганерского странника Но сделаем это уже в следующей серии А пока, ребятам Всем пока До встречи С вами был Радиус